всем салют дорогие друзья сегодня у нас вот такая вот коробочка на распаковке и давайте посмотрим что у нас в этой коробочке вашему вниманию представлены распаковки обзоры тесты товаров и все это на канале китай стал ближе коробочка это дошла у нас за три недели за три недели дошла эта коробочка шло не отслеживалась то есть отправление отслеживалась но дошла быстро довольно таки нигде не завалялась нигде не пропала обклеена она вот таким вот белым скотчем видно что обклеена поверх этикеток поверх этикеток уже обклеена значит открывали ее где-то уже здесь ну что ж давайте посмотрим надеюсь все в порядке обклеена не фирменным скотчем но надеюсь ничего не пропало посылка хоть и недорогая но все равно жалко давайте открывать смотреть крылья открыли вроде что-то намотано все коробка пустая здесь запаковано в пупырку что же здесь а вот что это такое это кит это друзья кит такие то это из темы паяние наконец дошли эти киты это 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 датчик движения точнее не движение датчик освещения он должен включаться в розетку когда свет полностью гаснет он загорается и это все дело плюс ко всему надо еще самому спаять взялся понравилась мне эта идея взять попаять когда-то в детстве паял хотя честно говоря сам даже не знаю как чего называется транзисторы резисторы это для меня темный лес но все равно как говорится методом научного тыка можно попробовать что-нибудь и совершить чем я в принципе сейчас и хочу заняться для того чтобы все спаять для того чтобы все спаять надо посмотреть я думаю инструкцию которой в комплекте нету но хорошо что уже есть видео по паянию этих китов есть видео по паянию этих китов и сейчас точнее я уже посмотрел и сейчас попробую все это воспроизвести все это спаять и соединить ну что же давайте пробовать и так дорогие друзья благодаря интернету собрал я поставил транзисторы поставил транзисторы и сейчас давайте их припаяем итак начало есть плохенько но припаяли плохенько но припаяли но учитывая что это мой первый раз я думаю довольно таки неплохо сейчас мы все это подрежем и приступим к дальнейшей припайке всех остальных деталей потихоньку она у меня обрастает деталями продолжаем паять дальше итак друзья вот что у меня получилось после припайки конечно немножко кривенькая но с учетом что такие вещи вообще первый раз появлю нужно будет приобрести себе плюс чтобы растекала селова так вроде все припаял на свои места спасибо youtube опять же нашел пару роликов где паяют такие штучки и вот сам спаял ну что же давайте теперь попробуем все это собрать в корпус что у нас осталось не собрана она осталась не собрана вот сама коробка я так понял надо ставить сюда сами вот эти вот как бы их назвать штучки для вилочки и понадобится еще переходничок на переходничок у меня где-то есть так что с переходничком я думаю будет проще потому что не под наши розетки это все сделано так вот я вставил так вот вставил и теперь я думаю вот сюда вот надо пропаять провода и что у нас еще осталось у нас осталась вот такая пипочка ее мы вставляем вот сюда вот а она особо хочет вставать мы сейчас подклеим ее то есть она будет стоять здесь и еще вот здесь пластмасска довольно таки увлекательные интересные занятия но все равно надо будет покупать и флюс заказать и еще олово с припоем потому что идет мне еще усилитель а в усилителе там деталей намного больше так что что делать с усилителем я пока вообще в шоке ну постараемся спаяем теперь давайте припаяем саму эту микросхему к этим штепселем извините друзья конечно не на камеру пока это все очень неудобно очень неудобно все это паять первый раз так что первый раз буду не на камеру там уж как получится да друзья свершилось чудо мне удалось все это спаять припаял теперь надо будет все это собрать давайте собираем итак друзья мои нашел я вот такой вот переходничок все спаял единственно не встает у меня вот здесь вот эта пластмасска но это мы приклеим если будет работать сейчас достали удлинитель выключим пока вставляем вставляем пробуем работают а обалдеть ну что ж что-то отходит надо будет посмотреть они все работает эта розетка отходит все работает значит где можно использовать его но я думаю где-нибудь в темных помещениях где если выключили свет нужно небольшая подсветочка потому что работает он от сети случае отключения электричества он никак не поможет но вот такая штука и с учетом того что первый раз собирал все получилось ставьте пальцы вверх комментируйте рассказывайте про мои косяки но учитывайте что это все-таки был первый раз первый раз собирал вот как я буду собирать усилитель это уже сложнее надо будет еще купить всякие приблуды для паяния олово у меня есть и надо будет купить флюс купить припой и будем уже пробовать собирать усилитель потому что усилитель должен прийти уже вот со дня на день замечательная штука оставим может быть куда-нибудь пригодится а с вами был канал китай стал ближе ставьте пальцы вверх комментируйте всем пока до новых встреч